Информация о том, что город покинули жители, это информация ошибочная. Даже если выехали у нас 17 взрослых, 21 ребенок, сегодня, 30 числа выехал, это то, кому, грубо говоря, да, повезло. Над жителями Славянской эмоции до сих пор берут верх. С содроганием они вспоминают, как пешком пересекали российско-украинскую границу. Мы должны объяснять детям, дети, главное вы молчите, потому что мы едем и нам очень страшно, что наши же солдаты нас расстреляют, потому что они нас каждый день стреляют. И мы не знаем, у нас дети, мы спускаемся, только стреляют, мы спускаемся в подвалы и мы не знаем, спасет нас подвал или нет. Автобус, в котором находились 17 женщин и 21 ребенок, направлялся из Славянска в Евпаторию. Но украинские пограничники отказались пропускать транспорт на территорию России. По распоряжению губернатора Василия Юрьевича Голубева в таких приграничных городах, как наш город Донецк, созданы пункты временного размещения беженцев. Мы были готовы к приему беженцев. Нами разработан план межведомственного взаимодействия, который сегодня сработал, и мы быстро в течение полутора часов поселили женщин и детей в пансионат Донецкий. По словам представителя администрации Евпатории Валерия Астахова, автобус с 38 пассажирами Национальная гвардия Украины собиралась расстрелять. Однако местные жители и ополченцы помогли беженцам пересечь границу. Группа, которая сейчас находится здесь, мы первоначально договаривались в сторону САК Евпатории будем вывозить. Ну, пока вот такая информация. Но очень бы хотелось увидеть какую-то государственную именно программу с финансированием, чтобы нас организовали, потому что мы пока действуем без определенных команд и координаций. Чтобы нас организовали, потому что мы готовы помогать людям вывозить их. Правительство региона выделило для беженцев из Славенска два автобуса. Все 38 человек уже выехали из Донецко-Ростовской области в Евпаторию. Екатерина Лободина, Главная новости.